Товарищи, наш курс называется «Политические составляющие социально-трудовых конфликтов». То есть нас интересует не только то, как разрешаются конфликты, в чем их содержание, нас интересует, собственно, политический аспект того или иного конфликта или того или иного действия, которое совершается в порядке подготовки к разрешению конфликта или во время его разрешения. Вот с этой точки зрения давайте рассмотрим подготовку к переговорам. В Трудовом кодексе Российской Федерации записана процедура переговоров, в которые вступают в стороны в порядке коллективного трудового спора. Но этот спор пока, если речь о коллективных переговорах, он носит характер именно спора, а не конфликта. То есть, если мы рассматриваем процедуру самих переговоров, то эта процедура никогда не доводится до забастовки. Переговоры могут кончаться подписанием соглашения, а могут кончаться безрезультатно. Но вот эта так называемая безрезультатность, она тоже должна иметь результат. Какой результат может иметь безрезультатность переговоров? Речь идет о политической оценке, подготовке к переговорам коллектива. Какой результат может быть, если три месяца велись переговоры и ничем не закончились? Но вот стороны потеряли бы, если бы они не подписали протокол разногласий. Протокол разногласий устроен таким образом. Берется лист бумаги, сверху пишется протокол разногласий на переговорах между, скажем, организацией такой-то и работниками этой организации с другой стороны. Разделяется этот лист на две части. Значит, слева пишется позиция работников или, допустим, позиция работодателя, это расправа позиция работодателя. Это неважно. На одной стороне позиция работников, на другой стороне позиция работодателя. И вот таким образом по всем пунктам, по которым велись переговоры, указывается, какова была позиция сторон, во-первых. И во-вторых, какая аргументация, чем аргументировали стороны вот эту свою позицию? Это очень важное дело. То есть, какие бы у нас ни были разногласия, если мы с вами ведем по переговорам, у нас может быть согласие в том, что я вот это заявлял, а вы заявляли вот это. Согласиться можно, и обе стороны подписывают протокол разногласий, и тогда ясно, чем закончились переговоры. Они закончились вот выяснением позиций. Позиции не сблизились, может быть, а может быть в чем-то и сблизились. То есть, было, скажем, 13 пунктов разногласий, а по окончании переговоров стало 12. Это разве не шаг? Это тоже шаг. Бывают существенные разногласия, которые устраняются в ходе переговоров. И поэтому эти переговоры нужны по существу для выяснения позиций, для выяснения глубины разногласий. Если мы говорим о спорах, то спор – это не что иное, как разногласия. Разногласия что означает? Я говорю одно, вы говорите другое. Разные гласят. Одни гласят одно, другие гласят другое. В итоге, значит, получается спор. Когда речь идет о споре, никаких силовых приемов нет с одной стороны, и с другой стороны тут не может быть, она не предполагается. И вот в Трудовом кодексе процедура коллективных переговоров и процедура коллективных споров, они очень строго разделены. Несмотря на то, что они строго разделены, очень много общего в подходах. Во-первых, если должным образом оформлены коллективные переговоры, то сторона работников может быть представлена каким-то количеством рабочих, которые обязаны освободить работодателя от работы на срок до трех месяцев. То есть до трех месяцев переговорная группа работников предприятия, работников организации могут участвовать в переговорах. Переговоры могут проходить, допустим, раз в неделю в течение двух часов. А они все это время освобождены. Почему? Потому что они представители работников, поэтому они должны излагать не свою позицию, а позицию работников. А для того, чтобы давала позицию работников, они должны входить в бригаду, непосредственно в трудовые коллективы, рассказывать им, о чем идет речь на переговорах, какова та позиция, с которой они выступают, какие аргументы дает другая сторона работодателя и так далее. Ну и затем приходить на очередное заседание переговорное, ну и сообщать работодателю, какова позиция тех, кого они представляют. Иногда бывает так, что в ходе переговоров позиции якобы сближаются или очень близкими становятся. После того, как они пойдут и поговорят с теми, кто их направил на эти переговоры, кто, собственно, в этом смысле их руководителями является, а руководителями работников являются, собственно, непосредственно работники, которые не освобождены ни от какой работы и которые не давали им добро, скажем, на те или иные соглашения или на те или иные уступки. Или наоборот, они упирались, а работники говорят, да, можно с этим согласиться и так далее. То есть вот эта вот неразрывная связь, она не прописана в законе, но надо приучаться относиться к закону как. Закон вообще не говорит, что делать. Таких законов, которые говорят, что делать, нет. Закон говорит, что делать нельзя. А что вы будете делать? Это вы сами должны думать. То есть вы должны сами формировать свою программу, поставить себе определенные цели и этих целей добиваться. Это относится к любой стороне. Значит, работодателю, их позиция совершенно ясна. Работодатель имеет цель получить максимальную прибыль. Поэтому обижаться на работодателя в отношении того, что он хочет сэкономить на этом, на этом, на этом и на этом и получить прибыль, ну, как-то было бы странно. Надо, так сказать, понимать его позицию. Она и не может быть другой. Вы не найдете ни одной организации, юридически оформленной, у которой была бы другая прибыль. То есть просто по закону, если вы откроете гражданский кодекс, там указаны все формы, в которых могут существовать юридические лица, это может быть общество с ограниченной ответственностью. Это значит, что это значит? Знаете? В смысле, что это значит общество? О, что это значит? Что есть акционеры, ну, круг акционеров? Нет, это не акционеры, там доли. Доли. Вот они, если вы, общество с ограниченной ответственностью, это ваше общее предприятие, у вас есть доли. Допустим, у меня 7,12, а у вас 5,12, а вместе у нас 12,12. Доли. Доли могут быть разные, этих круг, этих людей, но это вот именно общество с ограниченной ответственностью, акционеров здесь нет, есть просто доли. В общем, капиталь. А капитал должен быть не менее 10 тысяч. Сначала было не так, сначала капитал мог быть совсем небольшой, и не было ограничений. Вот я в свое время был одним из владельцев доли в ООО, редакция газеты «Народная правда». У меня было 75% от 40 рублей. Но поскольку это была довольно старая уже организация, то не требовалось 10 тысяч, и ее когда перерегистрировали, мы так и существовали с капиталом 40 рублей. А в чем смысл общества с ограниченной ответственностью? Ответственность в случае, если вы там что-нибудь истратили, или, скажем, ваши действия как юридического лица кому-то нанесли в ущерб. Какая ответственность? Сколько? В соответствии с долей. Ну, нет, всего этого, всего юридического лица. В соответствии с размером капитала. Если у вас было 40 рублей, то вот наша ответственность была в случае, если мы что-то там не выполнили, то есть мы там взяли, допустим, 3 или 15 миллионов и переслали вам не столько, сколько должны были переслать, а гораздо меньше, вы подали в суд и стали требовать с нас ответственности. Какая ответственность? 40 рублей. 40 рублей. Поэтому вот эти организации, никаких ограничений, в смысле распоряжения, какими-то, заключения договоров никаких нету. ООО может сколько угодно, так сказать, брать миллиарды любые, покупать, если у них есть деньги, землю под Кремлем, если там кто-то и будет им продавать, если есть такие деньги и так далее. Никаких ограничений нет. Это общество с ограниченной ответственностью. Еще есть такая форма юридически-правовой организации, как акционерное общество, вот вы про него начали вести речь. Там другая картина, то есть есть акции, которые свободно размещаются на фондовом рынке. Это значит, что у меня было, допустим, 300 акций, а у вас было 200 акций. Я взял и продал 280 акций, а у меня оказалось 20 акций. А у вас? Ну, я продал не пакетом, вот все сразу другому, а я их продавал поштучно бабушкам, которые живут далеко-далеко, там, недалеко от Владивостока. А потом, когда регистратор направил письма о том, что просим собраться на акционерное собрание, ваши все пришли, а мои, эти бабушки, которые вы, вроде бы как, поддерживали меня, они не пришли. И у вас, допустим, сколько у вас было акций? 200. А, 200? С ума сойти. А у меня осталось 20. И вот мы сидим с вами на акционерном собрании, и выясняется, что присутствует менее половины акций. Что тогда на этом собрании? Заканчивается. А? Заканчивается. Тогда это собрание объявляется, первое собрание акционеров объявляется недействительным. Что должно быть сделано? Снова должны посланы быть всем акционерам письма, с тем, что можно было доказать, что они уведомлены о собрании. Акционер имеет право прийти, но у меня нет обязанности приходить. Это же, его же не в суд вызывает. Поэтому он может приходить, может не приходить. Но вот тот, кто собирает собрание, а вы будете собирать, у вас же больше всех акций. Вы же теперь заинтересованы больше всех. Вот вы и собираете второе акционерное собрание, и чем вы будете руководствоваться, какой нормой закона об акционерных обществах? Той нормой закона, что второе собрание является действительным при любом количестве акций. Поэтому, честно говоря, вас мало интересует, сколько будет у меня тут акций. Имею в виду, что у вас 200, а у меня 20. Приду я, не приду я, придут ли товарищи, которые я там продавал, не придут граждане эти. Вас это совершенно не волнует. То есть вы заведомо, когда вы затевали это, вот сосыв акционерного собрания, вы заранее затевали, что это будет в два этапа. Первый будет такой, чтобы вы, так сказать, могли составить протокол о недействительности этого собрания, потом снова разослать документы, и, наконец, вот демократия в полную силу вступила. У вас те, кто пришли, те и решают. Собственно говоря, а на выборах разве не так? Вот, скажем, выборы. У нас есть ограничения по числу граждан, которые должны прийти на выборы? Нету. Вот у вас есть политическая воля? Вы хотели прийти и выбрать, скажем, единую Россию. А у меня нет политической воли, я перерывнулся на другой бок. И, так сказать, тихонечко слушаю, что там болтает по телевидению. И все, и сплю. Потом я из этого же телевизора узнаю, что те, кого вы там предлагали, те и выиграли. А как же я? Так я был на Баку. То есть, вот когда мы рассматриваем связь политики и экономики, мы должны понимать, что вот эта система выборная, при том, что нет никаких ограничений, но, скажем, для того, чтобы Конституцию утверждать, так не получится. Для того, чтобы проголосовать за Конституцию, надо, чтобы проголосовало более половины граждан, имеющих право голоса в Российской Федерации. Но это относится к Конституции и к конституционным законам. А что касается остальных законов или там референдумов, это ваше дело. Пожалуйста, голосуйте, как хотите. Ну, грубо говоря, если приходят Владимир Владимирович Путин и Дмитрий Анатольевич Медведев, и же двое, и один, который забрел какой-то избиратель, проголосовал против. Чего большинство? Большинство два против одного. Выиграли кто? Ну и избрали, кого там избирают. Вот кого избирают, того и избрали. То есть, надо видеть внутреннюю связь. То, что в экономике присутствует, то проявляет себя и в политике. Одинаковый в этом смысле подход. То есть, никого вам не надо, вы пассивный. Вам не надо никого избирать, вы не хотите решать свою судьбу экономическую, политическую не хотите, это ваше дело. Вам предоставлено право участвовать в выборах? Предоставлено. Вы им не воспользовались? Мы не злодеи, мы не заставляем. Приходите голосовать. Хотя есть такие страны, в которых обязанность есть голосовать. Это меньшинство таких стран. Это экзотика. Обычно обязанности голосовать нет, а право есть. Ну вот, человек воспользовался правом. А другой не воспользовался. Вот это акционерное общество уже. А есть общество, тоже юридическое лицо, которое называется... Очень интересно называется. Товарищество на вере было. Да, товарищество на вере. Так удивительно так вот. Все вроде объяснили, что верить нельзя в таких делах, как экономика. Нет, товарищество на вере есть. Оно еще по-другому называется так. Командитное товарищество. В этом командитном товарище есть полные товарищи. Ну, про вас это не скажешь. Полный товарищ, как-то представляешь, он должен быть полный. Так. И неполный товарищ. И неполный товарищ. И у них разные права. И вот несмотря на то, что это вот есть в кодексе гражданском, я ни разу не встретил ни одного человека, который бы затевал такое вот товар. Кто это вот захочет быть неполным товарищем? Интересно. Мы с вами создаем, даем деньги, потом вы полный, я неполный. И зачем мне это надо? Ну, есть такое в законе. Есть экзотика. Вот вам не нравится ООО, вам не нравится ОАО. Вот было ЗАО, сейчас постепенно эти ЗАО исчезают. И сейчас вот публичное акционерное общество пало. И время от времени какое-то такое изменение происходит в гражданском кодексе. Но во всяком случае, надо понимать, что вот есть определенный вид этого общества. И, соответственно, есть его руководство. И руководство исходит из чего? Из одного. Максимизации прибыли. Поэтому хотите, рассматривайте как экономику, хотите, рассматривайте как политику, что вас ничего не интересует, кроме денег. Ну, как в этом так построена вся экономическая система. Да, ничего не интересует. То есть я как человек лично, я вот, допустим, генеральный директор предприятия, там, организации. Да, я внимательно вас слушаю, готов выслушать, сочувствую вам. Да? Это одно дело. Но как персонификация капитала, причем не вообще капитала, а персонификацию конкретных вот таких юридических лиц, я вот обязан руководствоваться интересами извлечения прибыли. Тем более, что если я генеральный директор, я тогда полномочный представитель кого? Собственников. А собственники-то такие акционеры. Акционеры, они могут все время продавать, покупать акции. А юридическое лицо остается, акционерное общество. Я все равно должен, кто бы ни был, эти акционеры, они с меня спросят за то, как у нас дела с прибылью. И если я, допустим, имею 60% акций, а наночил вас генеральным директором, вот мне показалось, что вы будете хороший генеральный директор. Что я должен сделать? Я должен от вас потребовать, чтобы вы мне раз в неделю звонили туда, на острова, где я буду там отдыхать, и сообщали, как дела прибыли. Не опустил лицо, потому что если она опустится, я сразу вас предупреждаю. Вот как только прибыль будет, норма прибыли будет меньше 12%, считайте, что вы уволены. А так полная вам свобода. Чего вы делаете? Как вы это будете делать? Вы хотели инициативу проявлять? Проявляйте инициативу. Что угодно. Как хотите. А у меня цель какая? Прибыль. Все. Не будет прибыли. Там вот кроме вас есть и другие. Зарплата у вас хорошая. Ну какая у вас в устраиве зарплата? Вот члены правления, например, Роснефти получают по 24 миллиона. Сколько получается непосредственно, товарищ Сечин, я не знаю. Не знаю. А члены правления знают. 24 миллиона в месяц. Но у вас 50 миллионов устроит вас? Нет, они же все должны. О доходах они все отчитываются. Отчитываются. Но я не знаю, сколько он получил. Не знаю. Не встретил я данных. А про данные членов правления знаю. И Газпром. 15 миллионов в месяц. Но это члены. А вы генеральным у меня будете? А раз генеральный? Ну я думаю, 50 миллионов достаточно. Вот 50 миллионов в месяц вы получаете. Но имейте в виду. Если я вот телеграмму от вас получу, что в этом месяце не 12% прибыли, а 11%. Ну, нам придется раз. Что можно по этому поводу сказать с такой политической точки зрения? Можно сказать, почему вы считаете, что политика должна быть оторвана от экономики. Ну, какая экономическая природа этой деятельности? Если она нацелена на прибыль, то соответственно и результаты этой деятельности на поверхности себя проявляют в виде деятельности конкретных лиц, которые ее ведут. Поэтому можно сколько угодно провозглашать протесты со стороны работников, трудящихся, что вы такие сякие, что вы хозяева, вы все захватили, вы магнаты, а вы на самом деле захватили, на самом деле магнаты. Ну, так если мы магнаты, так за что мы будем выступать? За прибыль. И по-другому просто, вот если вы не будете выступать за прибыль, вы полюбили друг работников и решили пойти им навстречу, вам скажут, нам такие не нужны. Или, если вы такая, значит, генеральная директор, что вы умудрились путем известных, так сказать, уступок работнику, коллективу, их побудить лучше работать и достигли больших результатов, вы имеете право подойти ко мне и сказать, так, Михаил Васильевич, вот мы договорились на 50 миллионов, если 12, я вам даю 14, не пора ли поставить 55? Логично, правда? А что мне делать, дружить или надо будет с ними ругаться, это не ваше дело. Ваше дело – получать деньги. Мое дело – обеспечить вам получение денег, вы можете сказать. Вот. Логика. Поэтому особенно это хорошо видно, если вы возьмете другие организации, не хозяйственные, а вот такие, как страховая медицинская компания. Вот скажут, вы в какой будете страховаться компания? Как разница, в какой вы страховаться? Какая цель страховой компании? Скажите, пожалуйста. Плачеваться с предоставленными, а не медицинские. Да ладно, ну что вы, в самом деле, я вот… То есть вы не готовы быть генеральным директором страховой компании? Прибыль. Вот теперь уже. Ну вот у меня был студент такой, Беляев, который возглавлял наш Ленсовет в свое время, председатель Ленсовета. И вот я его встретил довольно давно уже на Невском. Он уже не председатель, так сказать, и давно он уже не мой студент. Я спрашиваю, ну как его взять? Ну, поговорили так. Я спросил, а где сейчас работаешь? Он говорит, в страховой компании. Ну и сколько получаешь? Он говорит, 20 тысяч долларов. В месяц он получает. Ну, 20 тысяч долларов, сейчас у нас доллар 65, да, примерно? Ну, 100 тысяч, да? Нет, как 100 тысяч? Сколько получается в месяц? 20 тысяч, если на 5, если на 5, это будет 100 тысяч. Если по 5 рублей был доллар, а 50, если по 50 рублей, уже по миллион получается. Ну, где-то миллион 200 он получает. Месяц. Месяц. И вот медицинская компания. Вы генеральный директор. Значит, что вы делаете? Ну, во-первых, надо вам зарплату принудить. Чтобы с уважением вы относились к этой компании, у вас должна быть хорошая зарплата. Дальше, значит, есть у вас всякие менеджеры, которые занимаются тем, что организовывают лечение. Они сами-то не лечат. Уже и врачи, которыми вы в страховой компании, они не лечат никого. Ну, они были врачами, или около врачей стояли, или халат у них есть. Ну, они, в общем, и имеют какое-то отношение. Или градусник видели. Ну, в любом случае, они решают, какие процедуры стоит оплачивать, какие не стоит оплачивать. Если вы сталкивались со страховой медицины, вы знаете, что они, если есть возможность вам дать вместо массажа, который стоит 200 рублей, какую-нибудь другую процедуру, которая стоит 100 рублей, вам это говорят, а на массаже нет сейчас. Хотите вот эту, и хотите, как хотите. А массажа нету. Ну, тогда вот эту давайте. А раз эту проблему решили, и вот экономия. А раз экономия, значит, есть экономия, есть и прибыль. Оставшиеся деньги, куда идут? Врачам, которые привлекаются, правильно? Вот страховая компания привлекает врачей и приплачивает. А оставшиеся деньги, кому идут? Пациентам. А вы начали не с того конца. С пациентом. Причем я вам не рассказываю какие-то там заоблачные выси, я вам рассказываю то, что есть на самом деле. И что, ну, логично. Какова цель капитала? Цель капитала в чем? Обеспечивать движение валютных. Ну, почему валютных? Почему валютных? Почему валютных? Нет, какое движение? Мало ли какое оно движение. Может, потому что утекают от меня. Нет, это не войдет. Ну, или какое угодно. Мне какое угодно движение не надо. Если я буду у вас ставить генеральным директором, нужно движение потоков не от меня, а ко мне. Правильно? А как там вы будете регулироваться? Как хотите регулироваться, чтобы в итоге приток был куда? По определению капитала. Вы знаете, как капитал определяется? Самовозрастающая стоимость. То есть, у вас она не самовозрастающая. Вы будете организовывать там все, набирать работников, технику закупать, материалы и так далее. Это ваше дело. Я в это дело не лезу. И вы любите, когда я не лезу в ваши дела. Правильно? Вы генеральный директор, вы всем распоряжаетесь от имени. Собственник и так далее. Но я только смотрю, сколько будет. Норма прибыль. Знаете, меньше 12. Я вам сразу приходите, я вам подписываю, увольняю. Вам будет золотой парашют. Сколько вам золотой парашют надо? Мы-то тут зря вы не подумали об этом. Вот некоторые люди подумали. И они, когда они генеральные директора, они имеют право заключить договор от имени организации с работником. Вы же работник этой организации. Вот вы как генеральный директор от имени организации можете заключить договор с этим работником, то есть с собой, о том, что в случае вашего увольнения вам выплачивается 20 окладов. Вы получаете у меня миллион, да? Нет. 50. 50 миллионов. Ну вот умножайте на 20. Что получается? 21 на 5, 100? Тысяча. Это миллиард. То есть, если захотел, вот я как вам все время тут угрожал, пока мы тут с вами сидели, угрожал. И вот наступил час расплаты, я решил вас уволить, потом смотрю, я должен вам выплатить миллиард, потому что так у вас записано в соглашении трудовом. А я в это не вмешивался, правильно? Вы же составляли. Вот такие на самом деле были случаи, когда некоторые граждане увидели, что в генерирующих компаниях такие золотые парашюты. Подали в суд, суд почитал, есть трудовое соглашение, это работник, это организация, это юридически правильно, и это юридически правильно. И все, и так все осталось. Люди забирали, ну, конечно, вот не такие суммы, которые мы с вами насчитали, а такие суммы, примерно 200 миллионов, 300 миллионов, золотой парашют. Ну, а если работника увольняют, понятное дело, ему за два месяца своему дадут зарплату, и все на том. Так, так что вот одна сторона определилась, вот здесь. То есть, как только люди выходят на переговоры, они вдруг начинают осознавать, эти работники, что на переговорах сторона работодателя твердо стоит на том, что надо увеличивать прибыль организации, и доказывать, что это нужно, будет прибыль, будет организация существовать, будет вам работа, правильно? А если будет работа, будет чем кормить семью, поэтому вы заинтересованы в прибыли, поэтому мы на вот ваши эти предложения не пойдем, потому что они снижают прибыль, а это подрывает существование организации, тем самым ваше ВТЕ. Вот позиция руководства компании на переговорах. Нормальная позиция? Нормальная. Теперь, значит, оппозиция работников и переговоров. В чем их, так сказать, переговоры? Это проявление таких позиций экономических, но поскольку они связаны с определенной классовой позицией, потому что дело не в том, что я работник этой фирмы, а дело в том, что все работники заинтересованы в том, чтобы свою рабочую силу продать подороже. Вы видели таких? Если я продавец. Ну пусть я пирожки продаю, неужели я заинтересован их подешевле продать? Нет, при прочих районах, конечно, подороже. А если я не пирожки продаю, а рабочую силу, то тоже прозрачно ясно становится. Это людям не ясно, потому что они не участвуют в этом. А вот мы сейчас изучаем с вами политический аспект вот этих всех коллективных переговоров, коллективных споров. На переговорах быстро проявляется и проясняется то, что до сих пор было, так сказать, закрыто некоторой пеленой. Думали, что вот о чем-то другом думали. Ну понятно, что рабочие думают о том, как им повысить зарплату и улучшить условия труда, а работодатель думает, как увеличить прибыль. И с этим они приходят на переговоры. Вот вам это некая петь. Значит, что это такое? Это противоречие, правильно? А раз это какое-то противоречие, оно, конечно, экономическое на каждом предприятии, но взятое, так сказать, типизированное, обобщенное на общество, это же такие переговоры везде проходят, оно представляет собой и политическое противоречие, правильно? Потому что это противоречие между классом буржуа и классом рабочим, прежде всего. Ну и дальше там трудящихся других или собственников, собственников и трудящихся. Вот это противоречие, оно объективно. Может, вам это нравится, может, вам это не нравится. Вы на той позиции стоите, или вы на этой стоите. Это другой вопрос. А может, вы бегаете с одной, с другой, на другую позицию, туда-сюда. Этим помогли, кем помогли. Или посередине стоите, хотите и тех, и других помирить. И, так сказать, плюют вас, и эти в вас плюют, и говорят, что ты предатель. И эти в вас плюют, говорят, что ты предатель. Ничего хорошего нет. Советуют люди, которые занимаются политикой, не ходить по баррикаде, потому что стрелять с обоих сторон. Потому что туда лучше давайте или сюда, иначе забьют и убьют. Ну, это все такие тяжелые времена. Что мы, какой вы его должны сделать? Что сами по себе переговоры – вещь полезная. Поэтому, если люди чего-то требуют, работники, допустим, хотят решить эту проблему, своих требований, у них, так сказать, эти требования входят в явное противоречие с позицией работодателя и назревает конфликт, не надо начинать с забастовок, с того, что непосредственно готовится к коллективному трудовому спору. Лучше пройти этап переговорный. Чем лучше? А тем лучше, что он прояснит позиции, и после этого работник хоть сформулирует, чего они хотят, или какова позиция работодателя, они будут, ну, как бы, проведут разведку на том поле, оценят свои возможности, и стоит ли начинать. Насколько тверда позиция, нет ли каких… Если у нас с вами противоречия, значит, у нас что есть? Единство есть у нас? Как нету? Вот стратите. Как это вы так? А противоречия – это что такое? У нас какой факультет? Нет, институт. Философия. Противоречия – это что такое? Могу я вас спросить? Противоречия? Да. Если спросить вы можете, но я не обязан вам отвечать. Различия позиций. А? Различия позиций. Нет, различия позиций – это не противоречия. Можно я скажу? Противоречия – это единство и борьба противоположностей. Почему единство и борьба? И только тогда у нас есть противоречия, если мы вступили в единство. Вот у нас почему противоречия сейчас? Вы говорите одно, а я другое. Это противоречия. Вы речете одно, а я реку. То есть говорю другое. Даже по вопросу о определении противоречия. Но для того, чтобы у нас был разговор, мы должны сидеть как минимум в одной аудитории. Или можем в разных аудиториях сидеть в разных концах мира. Тогда мы должны по скайпу разговаривать. Или по телефону. Или еще как. То есть для того, чтобы было противоречия, надо обеспечить единство. Если вы единство не обеспечили, нет противоречия. Вот борцы выходят на ринг. Или там боксеры. Когда начинается у них борьба? Если они еще не вступили в единство, то есть если они не схватили друг друга, борцы, есть борьба? Нет борьбы. Это подход, отход. Они там показывают, там разукрашено все. И так написано, и так написано. Я всех могу победить и так далее. Но пока они не обнялись, нет борьбы. То есть для того, чтобы появилась борьба, надо, чтобы борцы вступили в единство. Это относится к любому противоречию. Никогда нельзя говорить о противоречии, если нет единства. А раз так, то значит люди, которые сидят в институте философии, соображают, что если есть противоречие, значит есть единство. Надо его найти и попытаться его использовать для того, чтобы продвинуть свой интерес, осуществить свой интерес. Так? Если у нас есть единство. Например, работники могут осознать и довести до работодателя, что если вот это вы сделаете, то работники почувствуют, что их требования осуществляются, и они будут не так работать по принципу, что мы будем давать, вы нам будете давать жидкую зарплату, разбавленную зарплату, а мы вам будем давать разбавленную работу. Вы нам будете давать сгущенную зарплату, мы вам будем давать сгущенную работу. У нас зарплата повысится и прибыль ваша повысится. Почему? Потому что вы от того труда, который мы совершаем, берете прибавочную стоимость. Соответственно, прибавочная стоимость ваша увеличится. У нас зарплата увеличится, а прибавочная стоимость все равно увеличится. Потому что если вы… Есть два понятия прибавочной стоимости у Маркса в капитале, в одной из первых глав. Абсолютная прибавочная совесть, когда нужно удлинять ваш рабочий день, чтобы вы больше наработали на меня. А можно сделать по-другому. Внедрять технические новшества, повышать мое образование, квалификацию, на курсы меня послать, чтобы я научился как-то хорошо делать. И тогда я больше могу сделать за меньшее время. А раз за меньшее время, то, следовательно, доля при одном и том же рабочем дне, восьмичасовом, допустим. Доля работодателя увеличивается, а доля работника сокращается. А объем заработной платы увеличивается. Потому что увеличивается и объем прибыли. То есть и валовый доход увеличивается, то есть который включает все и зарплату, и прибыль, и так далее. То есть есть такие решения, возможные, при которых, при которых получается рост у того и у другого контрагента. Например, мне приходилось на первом районе, так сказать, полемизируется с генеральным директором в порту, что вот, ну вот представьте себе, что вы будете сейчас заниматься повышением технического оснащения. Вот мы это можем потребовать. Не требуем, дайте нам зарплату. Нет, вы будете повышать техническую оснащенность. Что будет происходить? Будет повышаться рост производительности труда. Мы к вас просим на переговорах повысить зарплату меньшими темпами, чем растет производительность труда. В этом это будет ваш интерес. Это вам выгодно. Почему выгодно? Если производительность труда растет, значит затраты труда на единицу продукции сокращаются. В каждой единице продукции есть зарплата, правильно? Значит, доля зарплаты, ну представьте себе, вот была зарплата одна и та же, которую платили, а с ростом производительности труда она распределится на большее количество продуктов. Значит, в каждом продукте будет зарплаты меньше. Поэтому, если у вас вырастет, допустим, в два раза производительность труда, а зарплата вырастет в полтора раза, вот эта половина, она пойдет в себя в прибыль. Поэтому вам выгодно повысить производительность труда, не кричать «давай, давай!» Я, дескать, вам не новых машин, не механизмов, никакого не обучения, которое позволяет вам повысить производительность труда, а просто требуешь, чтобы вы быстрее делаете. От этого... Вот если работодатель купит новую технику, и если вы хотите, чтобы ваша техника была освоена, вы хотите, чтобы я ее сломал, или чтобы мы... Сломать ведь ничего, я буду не виноват, потому что вы меня не обучили, я буду делать то, что умею. А это ваше дело, чтобы вы меня не научили работать на технике. А вы хотите, чтобы я учился, чтобы я медленно это делал, чтобы я аккуратно пользовался, так вы должны научить и приплатить. Тогда я буду заинтересован освоить. А если вы не будете это делать, я не освою, и вы получите убыток. Раз, и умрет ваша техника. И сколько этой техники умерло, которую покупают за 3-9 земель, везут сюда, устанавливают, а потом это кончается ничем. Ну, ее, так сказать, уничтожением этой техники. Поэтому вот те люди, которые... Я же должен в ваше положение войти. Если вы капиталист, ну, так надо подумать о вашей прибыли. Вы хотите, чтобы у вас прибыли было больше? Я не хочу вам предлагать то, причем ваша прибыль будет меньше. Вы все равно не согласитесь. Вы хотите, чтобы у вас прибыли больше? Вот покупайте технику. И, соответственно, вот по мере того, как у вас будет расти производительность труда, 50% от этого, чтобы росла зарплата. Если у вас производительность труда вдвое, значит, в полтора раза должна вырысти производительность труда. Тогда и все будут заинтересованы в этом общем процессе. То есть, если есть единство противоположностей, то значит, есть единство. Если есть единство, надо его найти, в чем оно. И тогда использовать его. Вот переговоры могут быть для этого хороши. То есть, переговоры нужны не только для того, чтобы выяснить, в чем у нас противоположность. Переговоры нужны и для понимания того, а в чем у нас могут быть пункты согласия, а не только пункты разногласий. Потому что, скажем, ну, скажем, кто больше заинтересован в существовании завода? Рабочие. Почему? Потому что не будет этого завода, но он не знает, куда пойдет. А я свой капитал. Я, вот сейчас у меня был бизнес рыбный, а я рыбный не пошел, я в мясной бизнес деньги переведу. Мясной не переведет. Я буду фонарики делать. Фонарики не получатся. Флажки и буду делать. Мало ли, что я буду делать. То есть, я раз, и это называется перелив капитала. Переливается туда, где больше прибыль. Поэтому это работники тоже должны понимать, что если вы, так сказать, ну, не думая о том, на что может пойти работодатель, выставили какие-то требования, думаете, этим все закончилось. Ну, и что он может сказать? Надоело мне с вами тут переговариваться, я забрал капитал, вы знаете, не волнует это предприятие больше, и все. Перестал финансировать. Вот такая, может быть, история. И мы прогнали генерального директора, который хорошо относился к рабочим. Вывод, какой мы должны сделать, что политический аспект переговоров означает, что в ходе переговоров выясняются позиции, экономические и политические позиции сторон. И выясняются не только возможности, так сказать, конфликта, но и выясняются и возможности бесконфликтных каких-то действий, которые совместимы с теми и другими интересами и рабочих, и работников. То есть, можно сказать, что вот то законодательство, которое есть, оно какое в буржуазной стороне? Ну, какое буржуазия установило? Почему? Потому что закон или право, право это что такое? Как вы бы сформулировали право? Да. В общем смысле? В общем смысле. Определение права. Это не знаю, свод каких-то регуляторов. Ну, как это скучно. Не знаю. Что это свод регуляторов? Вам это не идет. Можно я вам дам, что идет, как брошь? Смотрите, вы ходите и говорите, право это введенное в закон воли господствующего класса. Красиво же. А? Я вот удивляюсь, почему люди не берут хорошее определение, которое давали гениальные люди, и вот собирает какой-то мусор. Это мусор, вот где вы его взяли? Это в каком-нибудь учебнике вы прочитали. Кто пишет учебники? Вот скажите, пожалуйста, какие великие ученые написали учебники? Эйнштейн написал учебник? Ньютон написал учебник? Ну кто? Ну хорошо, этот самый Менделеев написал учебник по химии. Вы видели учебник по химии Менделеева? Вот что мы знаем, что вот этот самый Евклид написал, да. Но это было давно. То есть, ну так складывается, что учебники пишут люди, которые ничего в науке серьезного не делали. А зачем они их пишут? Объясните, зачем я писал книгу? Ну зачем? Чтобы получить докторскую степень, к примеру, да. Получить повышение зарплаты. Потому что по публикациям оцениваются. И потом, если я получил заказ на книгу, значит, будет тираж, и будет книга. Сейчас, правда, я давно уже не получал никаких гонораров. Но вот в советское время мы с профессором Моисенко выпускали книгу «Демократический централизм. Основной принцип управления социалистической экономикой». Нам сразу, как только мы заключили договор с издательством, раз в 60 процентов. А еще и книги не написаны. Но мы с энтузиазмом начали писать. Чтобы получить вторую половину. Нет, содержание у нас не этим определялось, честно скажу. Но как-то было из-за этого и приятно же получить. Потом мы в Москве издавали книгу «Мысли теории воспроизводства и управления социалистической экономикой». То же самое. Получили гонорар сначала в 60 процентов. На основании того, что мы дали проспект этой книге. Потом уже все мы разослали карточки, чтобы они выписывали эту нашу книгу. То есть уже было известно, сколько соберет книга «Торговая сеть». А тут и мы с этой самой книгой должны были подсуетиться, потому что это был большой стимул. Потому что, а что, вот я сейчас пишу, могу писать, могу не писать. А тут я уже договор заключил, уже 60 процентов в день. Я должен был отдать аванс, если я не сделаю. Значит, я это делаю, откладываю другие дела, я пишу книгу. Ну, сейчас в последнее время еще у нас была, мы здесь сказать, одна работа по макро-микроэкономике, где мы тоже еще получили гонорар. Уже когда платили миллионы, знаете, когда пошли миллионы, которые меньше, чем сотни тысяч. А сотня тысяч меньше, чем 100 рублей. И вот тоже еще. А сейчас вот этого нет. То есть, короче говоря, вот эти все, значит, вот такого рода переговоры позволяют выяснить, о чем суть законов. И понять. И понять. Вот если вы сейчас не поняли, когда вы посидите на переговорах, вы поймете, что закон, что право это возведенное в закон воля господствующего класса. Что если вы будете со мной судиться, вам будет себе дороже. Почему? Потому что я-то ведь пошлю своего юриста, и я буду повернувся на другой бок, а юрист будет с вами, с вами доказывать, что вы такая, и щека, и раз такая, и неправая, и в том, и в том, и как вам не стыдно вообще с этим выступать. А вы будете нервничать, потому что первый раз пришли в суд, а она 101-я пришла раз в суд. И вы не знаете, как начало какую-то всю процедуру в частях, и вас будут 10 раз обувать. А вы человек хороший, а она может быть какая-нибудь стервозная. Но так объясняется, кто такой, и что такое юрист организации. Вот есть юристы, которые не организация, они вот знают общие нормы права, и могут сказать, это вы имеете право, не имеете. А что такое юрист организации? Сказать? Цепной пес администрации. Ну вот сами подумайте, зачем я буду держать юриста, который будет доказывать, что вы правы? Если я генеральный директор, а у меня есть юрист, а вы будете со мной. Юристы будут в интересах своего клиента. Да, а если она будет доказывать, что вы по закону делаете, а не по закону, я другого юриста найду. Зачем я буду ей платить? Я поставлю другого, который будет доказывать, что я... Ты мне докажи, что я прав, если ей покажи. А если ты будешь доказывать, что я не прав, мне так юристы не нужны. И так и происходит. Ну вот в чем политический смысл Перегоров? Они, когда вы раз вам понусу дадут, второй раз понусу дадут, третий раз понусу дадут, потом вы будете понимать, за что дают, кто дает, насколько здесь какая система, почему дают понусу, и что за этим стоит, чем руководствуются люди. Поэтому всякие иллюзии такого рода, что люди думают о хорошем, о высшем, ну думают. Но сначала думают о чем? О чем должны думать руководители любой организации, если у нас в Гражданском кодексе для каждой организации прописано, что цель хозяйственной деятельности любой организации, что? Извлечение прибыли. И вот поскольку у нас вот ООО было, которым я командовал, как директор и собственник, еще и директор ООО, я еще в другом был ООО директор, Творческий центр Победы, нам время от времени из налоговой присылали такую угрожающую бумагу, что вы вот уже столько времени директора ООО, а что у вас прибыли нет? Что если у вас не будет прибыли, мы, так сказать, примем меры, чтобы ликвидировать вашу организацию. В итоге я закрыл обе из этих организаций, потому что прибыли от этого не получишь, от того, чем мы издавали газету, книги издавали и так далее, и прибыль там не светила. А вот сейчас у меня, я тоже руководитель юридического лица, но это общественное объединение, фонд Рабочая Академия. От нас никто, слава Богу, прибыль не требует. Мы пишем прибыль 0 и отправляем в налоговую. Но если мы задержим, вот нас только что оштрафовали за прошлый месяц, потому что наш товарищ, зам главного бухгалтера, признал отчет с опозданием о том, что наша нулевая прибыль. Если с нас раз тысяча рублей, а поскольку мы в Банке России, где Владимир Владимирович хранит свою зарплату, а Банк России за движение счета в месяц, если двинулся счет, значит 4 тысячи рублей. Итого, значит, с нас штрафа до 4 тысячи банк снял, 5 тысяч. Вот существует фонд Рабочая Академия и общественное объединение за счет помощи профсоюзов. Профсоюзы нам помощь дают на уставные цели, а у нас тут уже ее забирают люди, а с банком я пытался поговорить, с руководством. Думаю, вы понимаете, что мы общественное объединение, что у нас не прибыль. У вас-то, говорит, не прибыль, у нас-то прибыль, поэтому как мы для вас можем делать такое исключение? И все. Вот, то есть польза от переговоров с этой точки зрения, польза с точки зрения прояснения, так сказать, понимания политических каких-то мотивов, действий, понимания экономических интересов, или понимания того, что если это, хотя и разные организации, но если это представители собственника, это и генеральный директор, это или начальники цехов, или другие там какие-то по всей системе представители, они хоть сидят, вроде как много людей, у них могут быть вроде бы разные там позиции, характеры, на самом деле все они сидят за этим столом переговоров, только при одном условии, если они будут защищать интересы извлечения прибыли, их не больше не поставят на этих переговорах, вот и все. Поэтому участвовать в коллективных переговорах очень полезно и нужно. И полезно еще потому, что вот вы, скажем, если представители работников, вот четыре человека вы выставили на эти переговоры, эти четыре человека до трех месяцев могут быть освобождены. Если у вас и продолжаются коллективные переговоры, иногда в этом и работодатель заинтересован, чтобы ему не доводить дело до заводствовки, пусть поговорят, то другие три человека или четыре человека, ну сколько выделят? Он обязан приказом оформить и освободить эту работу. И вот вы тут сидите уже три месяца, вы сидите, смотрят на меня, я вам выставляю кофе, вы бы говорите спасибо, мы с вами посидим два часа в неделю, а потом я своими делами занимаюсь, а вы и ходите по своим там бригадам, по первичным коллективам, выясняете, рассказываете и так далее. И все. И мне это хорошо, и вам хорошо, у меня свои, потому что интересы есть оттянуть печальное время забастовки, а у вас свои интересы отстоять, так сказать, своей позиции, потом это маленькая забастовка уже, уже четыре человека не работают. Да еще как не работают, и зарплату получают, а во время забастовки вы не работаете, и зарплату не получают. Во время законной забастовки вполне. Если не договорились о другом, что с работодателем, а вряд ли вы договоритесь, что вам платили. Иногда вот бастующие условия завершения забастовки ставят, что давайте, что вы сдадите в забастовочный фонд востока, и будете оплачивать, если снова будет забастовка, вы будете платить во время забастовки деньги. иначе мы сейчас это не прекратим. что делать работодатель? Он тогда идет на уступки, если он хочет сохранить свою собственность, потому что мертвые машины прибыли не дают. И в чем смысл забастовки? Что она ударяет, конечно, по прибыли. Ударяет по прибыли, и иногда очень сильно ударяет, потому что, возьмем забастовки в порту, ну, вот забастовка может быть такая слабенькая, но немножко медленнее стали работать, причем даже неформально организованная, никто ничего не объявлял, а просто вот пришли на работу и стали строго вот смотреть в инструкции, что написано и все делать по инструкции. И все замедлилось. И замедлилось настолько, что корабль вечером не вошел в морской канал, а это убытки сумасшедшие, миллионные. Надо это работодателю? Не надо, он в следующий раз будет лучше слушать, что ему говорят. так сказать, более внимательно относиться к предложениям и соображениям, которые высказывает другая сторона. Но при этом, я еще раз повторяю, ведущие переговоры должны искать вот то самое единство интересов, которые, конечно, есть. Если мы с вами на одном предприятии, значит, у нас что-то есть. Вот, например, мы с вами сейчас, если мы возьмем пример такой, ну, жизненный, что я вот преподаватель, а вы будете мне зачет, зачет сдавать или экзамен? Зачет помог. Экзамен сдавать. Ну, что такое экзамен сдавать? Если я вот у вас преподаватель, я вообще могу поставить любую оценку, правильно? Ну, в соответствии там с тем, что я, так сказать, квалифицированно оценил. моя квалификация подтверждена всякими бумагами. Я закрыт бумагами со всех сторон. Я доктор, наук, профессор по кафедре экономики и права и профессор кафедры социальной философии и философии и истории. А вы как это меня отобьете? Скажите, я вот магистр, ну, вот несчастный магистр, так сказать, что делать? А мы тогда начинаем с другого конца подходить с вами. Я в чем заинтересован? Нет, я заинтересован, я не могу просто закрыть ведомость, я же, так сказать, квалифицированный четкий человек. Я заинтересован в том, чтобы у вас были твердые и прочные знания, правильно? И это, это же форма, это все, закрыть ведомость, это чепуха всякая. Я-то не стал такое говорить, а вы так вот, меня изобразили карикатурным в таком виде. А вы в чем заинтересованы? В том же самом. Вы заинтересованы в том, чтобы получить твердые и глубокие знания, правильно? При этом вы заинтересованы не в том, чтобы знания получить, а еще и получить подтвердение официальное того, что действительно вы такие имеете. И с меня подпись получить. неважно что, с меня, не с меня, преподаватели, чтобы университет, как государственная организация, зафиксировала ваше знание и выдала вам соответствующий документ по итогу. Не этого экзамена, а всех остальных, что вы закончили магистратуру с отличием, правильно? Вот. Кто больше заинтересован, вы или я? Давайте выясним глубинную основу наших отношений. Ну, мне кажется, что в равных. Да ладно, в равных. Ну что в равных? Ну вы же учитесь, а не я. Университет для кого? Для студентов или для преподавателей? Для страны. А? Для страны. Ну, учит он студентов или преподавателей? Да. Ну, представьте себе, вот без студентов университет, все, нас всех разгонят сразу же. Кому мы нужны? Никому мы не нужны. То есть, конечно, наиболее заинтересован, вы непосредственно заинтересованы, а я опосредственно. Вот она у меня училась. Видите, она вот подключает отличные оценки. Вот у меня учился, Кудрин и был у меня в кружке по диалекции. Он был министром финансов. Я заинтересован, что он был хорошим министром, потому что если он, его посадят за то, наши деньги услал в Америку под низкий процент, то и меня посадят. Скажут, а вот кто этому содействовал, к чему? Или там Иванова у меня была, Валентина Николаевна, дипломница, она была зампредседателя комитета по образованию. Вот там, так сказать, наковрались от в образовании. Так кто ее вообще, кто у нее руководили дипломом был? То есть, я тоже заинтересован в том, чтобы люди, которые занимаются, получили хорошие, прочные знания. У нас есть общий интерес. А вот это, вот это наше разногласие, они на частный характер носят, ничтожный. Ну, понятное дело, для того, чтобы, так сказать, вас побудить к тому, чтобы вы хорошо занимались, вот, а меня побудить к тому, чтобы я не просто там занимался произволом, захотел, поставил, не хотел, не поставил. То есть, для этого существует вот определенный порядок. Порядок государства. Что значит, государство? Государство. Я отвечаю перед государством. За что? У меня кто работодатель? Государство. Вот я отвечаю перед государством, чтобы, так сказать, вот этот весь процесс был, процесс был там, оценки знаний, объективный. И так, чтобы я оставил, не то, что мне в голову пришло, а на основании объективных критерий. Поэтому я вас и спрашиваю, а вот это понятие какое? А это определение какое? То есть, чтобы у нас, мы с вами двигались в этом направлении, в полном случае, совершенно сознательно. То есть, эта же схема, вот работодатель и работник, она и примет. Вот я в данном случае работник государственного учреждения, государственного, Санкт-Петербургского государственного университета. А государство – это машина насилия. То есть, она машина насилия не только по отношению к студентам, она машина насилия и по отношению к своим работникам. То есть, к нам. Мы обязаны соблюдать соответствующую дисциплину и выполнять требования, которые, так сказать, предъявляются к работодателю. И просто так, без выполнения этих требований, нам никаких вот этих, так сказать, ни договор не будет заключен, тем более мы регулярно проходим по конкурсу снова. И каждый раз берут, а можно ли его оставить, работать на этой работе. Оказывается, он там мучает студентов зря. Нам такие не нужны. Зачем нам такие мучители и студенты? Вот мы выяснили, значит, политическую важность переговоров и политический аспект. Если только мы обобщим, будем иметь в виду не эти конкретные, только переговоры, но они же такого типа ведут, потому что везде работодатели заинтересованы, везде их представители в этом заинтересованы, и везде работники заинтересованы в улучшении условий труда и росте зарплаты. Поэтому, мне кажется, не смотреть только один конкретный факт, а обобщать, видеть, что этот конкретный факт является проявлением, выражением более широких таких закономерностей. В связи с этим и встает вопрос, а с кем разговаривать? Вот, допустим, с кем разговаривать? Если вы работник, то, я думаю, вам понятно, что вы со мной можете разговаривать, если я генеральный директор. Правильно? Потому что генеральный директор по бумагам представитель собственника. Кто его назначил? Его назначил собственник, и по всем законам вот этот самый генеральный директор имеет право представлять организацию работодателя во всех отношениях, и по отношениям к другим организациям, и к другим работодателям, и по отношению к работникам. Правильно? То есть тут полная картина. Она спрашивается, а вот я вас. Вы хотели сама переговоры, я спрашиваю, а вы кто такая? Вы можете? Вы хотите переговоры от кого? Лично от себя? Пожалуйста, я с удовольствием с вами поговорю. Лично. Но это тогда вы ни за кого, ни за них не говорите. А лично вас что вам надо? Маленькая зарплата вам прибавлю? Еще что? Какие вопросы? Или скажете, маленькая зарплата? Ну, нету денег. Как сейчас? Медведев говорит, нету денег. Сейчас целый цирк устроили пенсионерам. Не индексируют второй раз пенсию. И дают по 5 тысяч рублей. И голосуют за 5 тысяч рублей люди, которые получают по 350 тысяч зарплату. 350 тысяч получает каждый депутат Госдумы. И вот он голосует. 5 тысяч. В январе, еще до января, смотрите, ноябрь не кончится, декабрь. Только чтобы не проиндексировать. Потому что там чуть-чуть меньше получается тогда, если по 5 тысяч дать, меньше, чем просто проиндексировать. Потому что две индексации должно быть по закону. Закон как бы тормозится. А чтобы тормозить закон, что нужно? Решение Думы. То есть такое позорное зрелище довольно-таки. Просто удивительно. В общем, чем больше, вот я слушаю деятелей из Высшей школы экономики, такое складывается впечатление, что вся проблема у нас в том, что есть пенсионеры. Вот их бы не было, сразу бы наша экономика пошла круто вверх. А они все время, вот им приходится выплачивать и так далее. Как будто не эти самые пенсионеры обеспечивали развитие нашей экономики в течение всех лет своей жизни. Так вот, как сделать вас, или как вы себе представляете, когда вы становитесь представителем работника на переговорах, как это вот сделать? На каком основании? Есть у вас какие-то соображения на эту тему? Вот лично с вами я вот уже побеседовал. Мы с вами все решили. А вы говорите, я хочу с вами провести переговоры от имени кого? От имени Кликсио. Так, докладываю вам, как профессор по кафте экономики и права, что в современном законодательстве российской понятия коллектива нет. Нету. Вот вы возьмете, будете все листать, не найдете. То есть коллективные переговоры есть? Коллективный трудовой спор есть? Коллективный договор есть? А коллектива нет? Поэтому что еще от имени Кликсио, я не знаю такого понятия. Мы же с вами по закону должны действовать? Нету такого понятия. Короче говоря, вы кого-то представлять хотите? Про коллектив отметаем, как юридически необоснованный. Ну, вы можете сказать, вы делаете революцию, сделайте другую законность, тогда будете говорить про коллектив. Пока у нас вот нет такого. Кого, представляете? Представляете, я представляю, не надо. Я представляю предприятие. Это раз. Во-вторых, слово предприятие вы уже тоже изъяли. Нету слова предприятия. Все организации, и парикмахерская организация, и Кировский завод организации, это все, и ООО организации, и ОАО, и космодром организации, все это организации. То есть, все стало организацией, хотя раньше, вот в русском языке, конечно, организации относились ко всякого рода непромышленным. Там были фабрики, были заводы, а были какие-то проектные организации, конструкторские организации, которые занимались другим видом деятельности. Но, так же получилось со словом работодатель. Вот вы сегодня ездили на общественном транспорте? Ездили на каком? Метро. Метро? Метро? Значит, метро, кто ведет этот поезд метро? Машинист. Это его работа? Он дал вам свою работу? Ну, и воспользуйтесь его работой. Да, воспользуйтесь. Ну, значит, он работодатель. Ну, по смыслу. И уже его работой непосредственно. Вот если человек-крестьянин там произвел зерно, то вы сразу еще не пользуетесь. Пока вы только купили муку, начали печь, тогда вы воспользовались. А если это идет речь о транспорте, то вы непосредственно пользуетесь трудом или работой того, кто работает там. Вот если машинист работал, он вам работу дал, а вы работовзятель. Но такого работовзятельства слова нет. И слово работодатель появилось недавно, в 2001 году, когда принимался. До этого был разговор такой. Есть предприятия и организации, и есть их собственники, и есть их генеральный декабрь, администрации. Вот есть администрация, там все понятно было. А теперь, это значит, что мы же политические аспекты берем. Значит, работодатели подготовились уже к переговорам. Вот если я ваш работодатель, я вам уже работу даю. А вы еще и зарплату просите. Не слишком много вы их просите. Я работу вам дал, вы должны это оценить. Хотя на самом деле я работовзятель. А вы работаете. А я беру вашу работу, плоды вашего труда и использую для получения прибыли. То есть, если мы уж так в этом курсе решили так прозорливо рассматривать все отношения, то есть, не брать вот просто за чистую монету, что говорят, а начинать смотреть, а что это вообще означает. То мы начинаем видеть то, что так невыженным глазом не видно. Вот не было такого слова, появилось, это новое слово, так сказать, работодатель, потому что он довольно странный такой. Тот, кто работовзятель, он и тот работодатель. Так, вот берем, так вот, остается вопрос, кого вы представляете? Если вы хотите от имени, а от кого вообще имени-то? Чего вы собираетесь? Вот я-то генеральный директор, я представляю собственников, а вы кого представляете? А? Вот, работников. Правильно, совершенно правильно. Поэтому во всех документах представители работников, в Трудовом кодексе представители работников, там, в коллективном договоре работники, организация, работодатель, организация такая-то и работники. Все соглашения между работодателем в лице генерального директора такой-то организации и работники в лице. Так, а на каком основании вы представляете работников? Как вы уполномочены? Кто вас уполномочил? Вы сами себя уполномочили, что вы от работников? За вами миллионы? Или вы всех работников организации, где я генеральный директор, представляете? Как вы себе? Вот как вы себе? Это реальный вопрос, я вам задаю, потому что, ну, тот, кому вы обращаетесь по поводу, я говорю, поговорить-то я вам с удовольствием поговорим. Давайте поговорим. Тем более, у нас сейчас занятия, мы имеем возможность не только лекции читать, у нас предполагается программа, что мы можем такого рода, так сказать, семинары проводить. Вот, тем более, что у нас, так сказать, возможность есть, небольшая толпа тут собралась. Спрашивается, ну, я, естественно, требую полномочий. Какие у вас полномочия? Или как вы собираетесь их получить? Пока я не вижу полномочий у вас. Вот вы пришли, очень приятно видеть. Здравствуйте. Как вы собираетесь представлять работников? Наверное, делегируют свои требования какие-то работники одному какому-то доверенному лицу, или там, по должности. Делегируют требования? Или делегируют право представлять их? Ну, да. У вас есть такой документ, что вот какой документ тут будет? Покажите, есть такой документ у вас, что вы делегированы работников? Ну, какой это должен быть документ? Может быть, такая форма. Вот все, если работники, все или большинство? Все. Вот один, и Петров сказал, я ей давать не буду, она со мной не поздоровалась. И все. Ну, как большинство, значит, если вы придете, вот совершенно правильный ход, если вы придете и скажете, вот у меня, только первый экземпляр-то мне не давайте, я их порву. Поэтому я вам сразу советую, может быть, конфликты, поэтому мне второй экземпляр, а если я его порвую, вы второй мне даете, третий, и я успокуюсь. Я вам реально рассказываю ситуацию. А в сейфе у вас лежит подлинник там, а это вот копии. Копии можно сделать цветные неотличимые совершенно. Подписи, вот синие, синие, зеленый, черный, зеленый. Пойдете на цветном ксеросе, скопируете. И вот вы мне представляете доверенность от всех. Я вот, у меня доверенность от большинства членов коллектива. Я так. Вы мне, конечно, не даете, вот сейчас, давайте, мы с вами посидим, я вам покажу. Потому что доверенность мне давали, не вам. Не мне же давали доверенность. Кому давали? Вам. И вы хотите их отдать мне? Не надо. Я вам не советую. То есть вы, давайте, сядем, вы сядете здесь, и начнете листать. А Иванов, и Петров, и Сидоров. Ну, я считаю, было у меня там 4 тысячи, а у вас 2 700. Ну, как сейчас считают там, кто голоса за президента. Это как вас бы избрали президентом от своей организации. Это вот собрать доверенность. Это одна форма. Вторая форма провести, вот я немножко вам помогу, чтобы мы продвигались. Вторая форма, это провести конференцию и на конференции принять решение. Конференция должна быть правомощной. Чтобы конференция была правомощной, сколько там должно присутствовать людей? Делегатов? Ну, так же 50 плюс. Нет. Нет. Вот если собрание, если собрание коллектива, допустим, у вас всего коллектив 150 человек, собрались и проголосовали за вас. Тут больше 50%. Значит, надо 76. 76 проголосовало, все, вы уже полномочные представители. Протокол принесли, показали копию, так сказать, протокола, и все достаточно. А вот если это конференция, то две трети, не менее двух третей. Почему? Потому что это двойное представительство. Делегатов конференции избирали, а потом делегаты конференции вас избирали. Это у вас уже, значит, потом еле-еле их избрали, а вас единогласно. А что единогласно? А их еле-еле избрали. Поэтому тут вот требуется, чтобы не менее двух третей делегатов конференции за вас проголосовало. Тогда вы тоже полномочные. Ну, если не одна вы, а несколько человек, тут нет ограничений. Один, два, три или четыре, пять человек. Вот кого вы, так сказать, сделали представителями коллектив. Здесь на этом пути есть сложности. И вот здесь начинается вот это вот политическое обучение. Оно уже идет. Во-первых, надо, чтобы вы были с полномочиями. Во-вторых, ну, не собрать вам. Представьте, коллектив там, две с половиной тысячи. Вы можете собрать конференцию провести? У вас нет никаких рычагов. Ну, вы можете пойти вот в обеденный перерыв. Сначала в один цех. И там проголосовать за то, что вот делегатов конференции они избрали. Но кто-то должен определить норму представительства. Если вы их не придумаете сами, сами вы можете взять и установить. И сказать, давайте, значит, вот я сейчас пройду по всем цехам. И норма, я и Иванов, или Петров еще со мной. И норма представительства будет один от ста. Ну, чтобы там и не было большого зала, не требовалось вам, и который вам вы не получите. Один от ста. Если у вас две с половиной тысячи, значит, сколько там будет? Двадцать пять человек конференция. Значит, вы пройдете, но они в разную смену и разное время. Поэтому это у вас длительная будет процедура. А если у вас будут разные повестки или разные нормы, у вас ничего не сложится. То есть вам нужно одну и ту же повестку, выборы делегатов, конференции, для определения того, кто будет представителем на переговорах. И сразу можете решать, что избрать делегатами. Вот. Кто за избрание делегатов? Таких-то людей. Но одинаковая повестка. На конференцию, где по норме представительства один от... Сколько мы там от ста? Один от ста. И вот, если у вас там сто пятьдесят человек, но их двое, допустим, больше ста пятидесяти, два человека и меньше ста пятидесяти, один человек. Вы прошли, и у вас получилось, что? Получилось, что вы имеете уже много-много протоколов. Что нужно сделать, чтобы у вас был в итоге? Они брызгами-то не разошлись, все эти протоколы. Создать единый протокол, к нему заложить все эти протоколы. Получится. Сводный протокол. Всего присутствовало, так, чтобы получилось больше половины работающих на заводе. По каждому протоколу больше присутствовало, чем работающих в этом цеху или подразделении. И вот вы это все свели, и вот этот сводный протокол позволяет вам получить законную полномочную конференцию. А конференция уже там двумя третями голосов может выдвинуть своих представителей на переговоры, допустим. И, соответственно, утвердить текст письма к работодателю, что мы просим начать переговоры. В соответствии со статьей такого-то Трудового кодекса просим назначить переговоры по улучшению условий труда и повышению реального содержания заработной платы. В соответствии со статьей 130 Трудового кодекса о том, что государство гарантирует повышение уровня реального содержания заработной платы. И 134 статьей Трудового кодекса о том, которая называется обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы. Кто должен обеспечить? Вы должны обеспечивать работодателю. Вот, чтобы у вас был серьезный документ, такой политически правильно поставлен вопрос. Грамотно, юридически. И вот вы из него проголосовали, но вы можете по-другому сделать, раз все равно вы будете ходить по цехам. Зачем вам эта конференция? Это у вас будет собрание всего коллектива, только проведенное по сменам, по подразделениям. То есть вы сложите все эти протоколы, напишите единый протокол, что прошло собрание коллектива, всего присутствовало из 2500-2050 или там 1893 за назначение такой-то, такой-то эмерек представителям. Ну и таких-то там, 3 или 5, 4 человека. Ну не меньше 4-х лучше. Сейчас вы боретесь от работы, пусть ребята получатся. 4-х человек. Вот таких-то вы назначили, и вы всех, если вам удастся провести через всех, и там никто не взбрыкнет, а если взбрыкнет, какое-нибудь подразделение там собрались, ненормальные люди. Ну и бог с ними, они против. А у вас возрасту большинство. Вот если соберете большинство, вы можете это звено конференции пропустить, и у вас получится представительство. И это представительство, ну это вот такой акт тоже, получение представительства, это акт, который, ну вас приучает к тому, как в обществе делается, как избираются депутаты, как избираются президенты, как избираются другие какие-то лица, муниципальные депутаты и так далее. То есть вот это вот действие само по себе, оно не только имеет смысл для проведения этих конкретных переговоров, люди должны этим овладеть, потому что иначе с ними разговаривать не будут. Одно дело я вас встретил в коридоре и спросил, как дела? А другое дело, вы говорите, нет, я хочу с вами официально. А официально несите бумагу. Ну правильно? Вы же хотите не от себя лично, а от себя лично зачем мне бумага? Не, бумага не нужна. Но если вы хотите представлять Иванова, Петрова и Сидорова, где у вас бумага, что вы представитель Иванова, Петрова? А потом Иванов, Петров и Сидоров скажут, а что это вы с ней разговаривали? А мы ей не поручали. И они же на меня и нападут. И будут говорить, что я неизвестно, сказать, просто так вот верю на слово. В таких делах, политических, юридических, можно верить на слово? Нет. Вот у Ленина есть два таких высказывания на эту тему, очень острых. Что кто в экономике или в политике верит на слово, тот круглый дурак. Вот я первый раз прочитал, даже немножко обиделся. Думаю, что за... Вроде как, говорят, надо людям верить. Ну, может, и надо верить, но в экономике или в политике? Сколько уже обманули всякие фирмы, всякие гермес-финансы, МММы. Сколько людей поверило, сколько людей ходит, сколько людей сдало деньги на непостроенные дома. Он сейчас на площади Светлановской, там я недалеко живу, я все наблюдаю, как там мучаются люди. Наверное, это страдают, потому что огромный там дом, он строится, должен был закончен в 2010 году. Сейчас уже потом, значит, новый аншлаг повесили, будет закончен в 2015 году, в декабре. Сейчас уже идет, скоро декабрь 2016 года. И я уже понял, что там, значит, тот, кто получил деньги от всех, собрал. Ну, там как окошко увидишь, это несколько миллионов. Этого дома большого. Смотрите, да, вот все эти люди, они собрали деньги, там, у них это последние деньги, ленинские деньги в течение жизни, что-нибудь. Они сдали. Они свои инвесторы, как бы. Они-то свои инвесторы, но вы, когда мне сдали, вы свои инвесторы, а деньги-то у меня. И вот тот самый Полонский, про которого мы знаем, что он, значит, миллиардов со своим дружком, тот, как бы, дружок строил, а этот, как бы, деньги брал, Полонский. Они забрали 6 миллиардов и оставили вот эти 6 миллиардов москвичей. Пропали для них. И, в общем-то, он и не собирается это отдавать. И так и вопрос не стоит. Дескать, вот его там вытащили, наконец, из Камбоджи. А почему? Потому что он в Камбодже решил так же себя вести. И они ему предложили, давайте миллион долларов, и мы вас, это, гражданином Камбоджи, и все, защити вас от всего. Он говорит, а, вы такие-сякие жулики. А к жулике они его выдали России. А в Россию он опять попал. Вот это сплошь и рядом происходит. Поэтому в экономике, в политике, конечно, верить на слов нельзя. Дальше читаем. Читаю в другом месте. Тот, кто в экономике и политике верит на слов, тот круглый идиот. Но это уже совсем мне не нравится. Мало того, что дурак, да еще и йод. И наша жизнь, современная действительность показывает, что действительно в экономике и в политике, то, что просто так вот поверит тому, что сказали, невозможное дело. И вот человек тоже, вот в ходе этих переговоров, в ходе подготовки переговоров, он должен этому научиться, как оформлять это представительство, чтобы нельзя было потом сказать, что вы никого не представляете. А вы скажете, да я-то с вами, а вы на переговорах сидите, такая скромная, и говорите, я-то, Михалыч, с вами полностью согласна, мне нравится ваше предложение. Но вот эти вот звери, которые меня избрали, они же меня убьют, если я с этим приду. Вы давайте что-нибудь с вами договоримся. Но вам же тоже нужно на переговорах как-то так себя вести, чтобы вы, так сказать, ну, по крайней мере, в беседе не набрасывались на него. Правильно? Сказать, да я с ними поговорю, может, мне удастся. Пошли, знаете, завтра приходите, говорит, вы знаете, Михалыч, я вчера ходил и поговорил, что, чего про вас говорят, я даже сказать не могу. И вы меня уж простите, но не могу. Не знаю. Я их и так убеждал, и так. То есть, ну, вам же на переговорах надо говорить. Как вам надо говорить? На переговорах надо навести дипломатично, правильно? А не ругаться. Зачем вам ругаться? У вас там прочная позиция. У вас, как бы, есть свой хозяин. У меня есть хозяин. Кто? Собственник. А у вас хозяин кто? Работники. Это у меня есть большой балда, а я меньшой балда. И вы меньшой балда, а есть большой балда. Вот большой балды он не дает. Он плохой, а вы хорошая. Зачем? Вот мы так мирно с вами беседуем. Мирные договоры, но это тоже политика, или говорят, политез даже. То есть, в политике вовсе не нужно набрасываться. Но надо свою линию вести очень твердо. Правильно? Политическая линия. Почему она политическая? Что он человек не погрязает в каких-то деталях. Верно? А вот главный такой принцип, вы хотели чего? Это у вас индексацию получить. Индексация к чему сводится? Сейчас некоторые товарищи боролись в ходе выборов за индексацию. Индексация состоит в том, чтобы вернуться на тот уровень реальной зарплаты, который был год назад. То есть, тебя целый год с ростом цен убывает зарплата, и получается такой зубец. Потом раз на тот же уровень, как в прошлом году, и опять убывает целый год. И опять. И вот эти работники несчастные, их-то опустят немножко, вот опять приподнимут на тот же уровень, а потом опять топят, топят в бочку с водой, а потом опять на этот уровень, опять топят. И некоторые сделали это лозунгом своей предвыборной войны, в том числе Ротфронт, например. Сделал этот фронт. Они здесь затрудящиеся. Что ж тут затрудящихся? Это трудящиеся ставят на эскалатор, и этот эскалатор опускает его вниз. Представляете, там на Адмиралтейском. Он длинный, и сказал, вот, закончит, потом их раз в конце года, опять наверх, и они опять целый год опускают. И вот он все время болтается там, и никогда жизнь не улучшается. Ни в чем, ни на копейку. Ни на копейку. И если, скажем, было такое явление, как экономизм среди работников, рабочих, еще в царское время, и Ленин разбирался и говорил, это не копейка на рубль, вот это экономисты, они за какие-то жалкие подачки, борются за жалкие и ничтожные подачки. А вот эти товарищи изобрели новый лозунг. Ни копейки на рубль. То есть индексация, это значит, что вы никогда не выросли больше, чем в прошлом году. И никогда ваша жизнь не улучшилась. Никогда. Ни вы, ни ваши дети, ни внуки. Никто и никогда, чтобы больше и лучше не жил. Вот в чем. Ничего себе позиция. То есть человек, который в это вдумывается, разбирает эти вещи, по крайней мере, вот сидит, как мы с вами разбираем, достаточно обстоятельно, какие могут быть переговоры и какие могут быть там требования. Мы, естественно, в это дело вникаем. А некоторые люди, не вникая, побежали делать. Вот есть такие торопыги, которые думают, что какие угодно лозунги можно прийти. Потому что дискуссия. А вот нас поддержат. А кто поддержит? Единая Россия поддержит. Справедливая поддержит. ЛДПР всегда поддержит. ДКПРФ поддержит. Вот и все. А что тут такого для работников? А ничего. Пустота. Из-за этого пустоту никто бороться с вашей трудящейся не будет. Они будут, ну ладно, вы же выходите, вы там идите, разговариваете. А так это будут смотреть, что это, в общем, в пределах этих колебаний в течение года. Ну вот, значит, вопрос с представительством. Мы с вами вроде бы решили. Теперь эти вопросы еще теперь о том, с чем идти. Что вы думаете, какие требования? Требования могут быть именно такие, которые, если мы хотим получить реальные продукты этих переговоров, может быть, у нас два замысла. Сначала надо иметь какой замысел? Полистический. Вы хотите чего-то реально получить, но надо в пределах того, что выгодно и вам, и работодателю. Значит, надо сформулировать такие требования, которые, хотя и требуются действия работодателя, но это действие работодателя повысит его прибыль и вашу зарплату. Ну вот о чем я говорил. Что вы должны купить такие-то установки, такие-то средства производства, приобретите, установите, нас научите. А зачем я буду делать? А затем, что у вас производительность труда вырастет настолько, а вы, значит, зарплату вы не таким темпом будете повышать, как у вас вырастет производительность труда, а на 20% ниже. 20, может он скажет 30, черт с ним соглашайтесь на 30. Сначала давайте 20. 20% ниже – это темпы роста зарплаты, чтобы производительность труда пережала зарплаты. Это значит, доля зарплаты в каждом продукте будет меньше, и значит, прибыль в каждом продукте будет больше. А работодатель получает не от количества работников, его интересует, сколько я получу прибыли. Вот он посчитает по всем товарам, которые, их было вот столько, а теперь вот столько этих товаров стало при тех же работниках. Вот такая, значит, получается история, история, связанная с выработкой требований. И о требованиях мы, наверное, еще с вами поговорим в следующий раз. Сегодня мы, как бы, рассматривали политические вопросы подготовки к переговорам. переговорам. Вопрос есть? Нет? Спасибо за внимание.